ну всем привет достроила наконец-то свою платформу добавил пару 8 батареи и моя ошибка была в том что батареи вот эти вот точнее провода синие они могут к сожалению идти только по стенам как в индустриал крафт висеть в воздухе они не могут всяком случае вот эти вот синие вот из этого мне никак сразу не получилось сейчас и все переделал увидеть что это довольно таки красиво там сбоку можете видеть этот замок также посадил вот в этом месте арбузы там лен который дает веревки краску вот это вот демонические лошади их по моему приручить нельзя но их можно загубить там всяких скелетная лошадь ну и вот бережит рассвет даже тут две также вот немножко получилось увеличить ферму тростника будущем попробую сделать автоматическую вот это вот место с психами я планирую в этом месте поставить карьер чтобы он не добавил ресурсы и по пути уничтожил вот эту вот нечисть потому что туда даже в квантовом костюме мне как-то идти не очень охота было бы но 1 конник все еще загоня жив здоров ну немножко увеличил ферму точнее резиновую ферму ее надо еще обработать то есть я вам разрешил лишил просто рутинные работы но наблюдение за рутины моей работы также вот тут навел порядок поставил ящички эти вот ящички они довольно таки просто крафтятся это для того чтобы их скрафтить быстрее всего вы знаете уже сам вот берете так ящичек извините тут нарвался на ящичек так что мне придется немножко освободить место вот но ничего интересного не пропустили так что значит железный делается вот так вот берем железо вложим на стол вложим ящики обкладываем железо также можно обложить медью и получаем железный ящик дальше его можно был грядить до золотого блажей в золото то есть у него слотов намного больше появляются у медного чуть поменьше и железного вроде бы побольше пленюсь и теперь что я тут сделал сюда его сложил все что связано с крафтом тут у меня строительные материалы такие как дерево кирпичи всякой проект порочи в этом мешке я буду хранить слитки и благородные всякие детали кстати камень надо положить так тут у меня все что вот этот стол обмен считает топливом это вот эти считаются топливом но это не знал куда определить поэтому поделаю эту ковалентную сюда тут у меня все руд и вот хочу вам показать насколько эффективнее это вот наша печка ну всегда я сбросил обыкновенные железную принципе этих этой хватает одной ну для красоты чтобы не выкидывать поставил 2 видеть аккумулятор у нас полный вот так сейчас мы берем 15 так берем топлива и запускаем так сюда 64 и сюда 64 и процесс пошел как видите тут это все плавится где-то 5 секунд в этой в это ничего не плавится в этой где-то три секунды то есть чуть быстрее и энергия не кончать потому что много батареи так ну здесь у меня все оружие и все всякое ненужное мне приспособление такие как всякая ненужная хрень короче оружие и сюда вот и сбрасываю все что я не знаю куда определить тут у меня еда все что связанные с едой сырой или приготовленный вот также я сделал немножко перед чуть-чуть перестарался также я сделал так такую как я называю техническая тут снизу будет идти провода трубы стоять энергоснабжение это все довольно таки просто такая платформочка чтобы наверху не за занимать мест также это можно будет использовать для для всяких там ящичков похоже ну что начнем туда так поедим и начнем быстрее всего что он крафт для этого нам надо создать тонн крафтовский котел печку и инфузор так идем сюда создаем тонн крафтовский котел для этого надо печка котел и любой кристалл получаем основу в нем и получаем энергию из этого кристалла к огненного печки железного блока на инфузора мы будущем получим печку так теперь как видите нам создать надо сам инфузор это основа том крафтовского стола на основу том крафтовского изготовления основной крафтинг стол так такой вот не тот кристалл и положим полу блок полу блок создается из этих трех получаем там крафт инфузор на нем это как во всех стол крафтинга в том крафте это основная штука на которой происходит все процесс так наш этот ставим котел тут инфузор ставим здесь здесь у нас пойдет труба труба вот видите как крафтится она называется абсолютно по-другому там как то весь кондуктор но в принципе это это обыкновенная труба которая передает вис энергию по трубам вот мы имеем 8 труб принципе но для начала мне этого хватает можем трубу все осталось закинуть нашу топливо поскольку этот мод эта версия том крафта принимает не колита мне его очень много мы его кидаем так теперь нам обязательно надо сделать пару кусков дерева сделаем где-то 4 для того чтобы скрафтить специально на этом крафтовское дерево мы создаем берем кристаллы 4 и начинаем крафтить ложим дерево ложим любой это слот и сразу получаем вот такие досочки вот тут выпадает кристаллы которым использованы в будущем их можно будет использовать вот крафтим нашу печечку очень полезную чтобы этот котел работал более эффективнее вот эту печку печку под этот котел надо ложить печку туда он работает намного эффективнее так теперь бежим быстро создавать наш стекло и положил сейчас переполнится и мое стекло его использовал ай-яй-яй беда беда сейчас у меня котел переполнится на чуть сил не рассчитал ну ладно вся энергия лишняя была так скидываем сюда и создаем баки эти баки они слабые они выдерживают только вис энергию если здесь будет стопроцентный тайн энергия то произойдет взрыв после которого так что теперь у нас он не переполнится с этой стороны с помощью труб мы подключим на шаркан так ложим туда топлива вот она использует 5 виса и так что у нас тут кто выиграл тут еще 10 здесь как видите уже давным-давно закончена с металлом здесь все еще жарится так что это печка выгодная тем более она не использует топлива так теперь нам нужно теперь нам нужно создать фильтр потому что вот это вот сам вис не таинт энергия на смешано для того чтобы ее чистить нам нужно создать фильтр 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 создается с помощью там где у меня пыли с помощью редстоуна и насколько я помню угля точнее один из компонентов который нужен для создания это будет вам амулетом амулетом два железа и стекло так это создается все на крафтинг тэбле этим можем по углам тут насколько я помню стекла тут два железа а сюда амулетом так что-то я не так сделал так я сейчас посмотрю как это он действительно делается так я ошибся немножко вместо вместо вот этих стекол надо было положить вот эти вот виском дует принципе эта штука нужна только в начальных стадиях потому что весь всю темную энергию она выкидывает как видите в воздух и быстро портит нашу атмосферу вот скинем еще один стек николита закинем еще один стек николита вот из крафтинг с крафтинг сапожки для этого нам надо перышко 4 этих и зеленый кристалл и мы получим там крафтовские сапоги делать все на инфузере можем перышко извините забыл скрафтить сапоги кожаные получили кожаные сапоги ложим на стол сапоги и зеленый кристалл кристалл земли и получаем эти замечательные сапожки чем они отличаются допустим от простых тем что в них я быстро бегаю высоко прыгаю в будущем делаем изучение буду еще и их улучшать и со временем получу более мощно вот одну часть самого начала мы сделали теперь мы можем закинуть туда что-нибудь плавится этот ящик ну допустим у меня с железом немножко проблемы так что закинув 22 с помощью вот этого печки мы в будущем можем получить немножко больше нежели 22 также закинув сюда перетертую руду мы получаем еще больше ну процентов на 15 больше руды вот так что переплываю подождите посмотрим что у нас там с металлами нет положим сюда переплавлено у меня хватает у меня не хватает тина тина у меня много поэтому ставим его плавить как видите аккумулятор меня полный сюда можете было батареи ложить и потом носить куда вам надо это показывает мощность сигнала мощность подающего электричество это уровень заряда но здесь так же самую мощность подающего мощность тока а это сила сколько внутренняя емкость но это вот все базовое оборудование нашего том крафтовского стола будущем можно будет улучшать котел улучшать фильтр ставить всякие так вот такие штуки как фильтры всякие переключатели все прочее вот и сейчас следующей серии я быстрее всего займусь то положим сюда все что связано с этим и мне вот это вот все оборудование нужно для создания ферм тростника вот в этом видите и создание телепортов чтобы они стоят намного дешевле и быстрее дают перемещаться также нам надо будет сделать квазитум или как он там называется для создания открытий вот в следующей серии наверное начнем создавать индустриал крафтовские приспособления чтобы я имел возможность зарядить наших костюмов потому что вот как видите у меня все есть но мне надо подумать как тут все лучше обеспечить на данный момент мне костюма хватает поэтому я с этим делом не очень тороплюсь ну и вот как видите пока я болтал уже половина переправил вот как я уже говорю в будущем вот эти поменяю на тотем там как там называется тотем для вас скажи возрождение вот ну что ж теперь я иду спать всем пока пока